Спектакли режиссера Артема Устинова играют в разных российских городах и за рубежом. Его ценят за оригинальность. Новая идея воплотилась в Самаре на известных городских улицах исторического центра Куйбышева и Ленинградской. История по дороге на Бродвей отправляет зрителя в прошлое нашего города. От 60-х до нулевых, когда неформальная молодежная тусовка, так называемые стиляги, пытались проявлять индивидуальность. В одежде, искусстве и взглядах на жизнь. Мы хотели рассказать о том времени, когда это место, улица Куйбышева, была не просто главной улицей города, но главным улицем такой молодежной тусовки. Такой немножко нелегальной, немножко опасной и калорийной. Это про молодость и про то, что этот человек, интервью которого мы взяли, он сохраняет эту молодость себе до самого конца. Это сейчас Владимир Емец, уважаемый самарский фотограф, член Союза журналистов России. А в молодости – куйбышевский стиляга. В спектакле он главный герой и исполнитель своей же роли. Говорит, ничего не приукрасил и ничего не утаил. Куйбышев 60-х, 70-х годов для зрителя как на ладони. Я на этих улицах вырос, гулял. Ну, о чем мы гуляли? Телевизоров не было, дежинка рядом. Мы на танцы туда ходили. Это стихийное было движение. Это неформальные движения, ну, неформалы. Они стихийно возникали в группе студенческой молодежи, научной молодежи, старших классников, спортсменов, таких из хороших семей, культурных. Но властям это не нравилось. Воспоминания Владимира Емица чередуются с историями актера Сергея Бережнова. Его молодость приходится на 90-е. Время иное, но тусовки и взгляды на жизнь двух поколений идентичны. Путешествие в прошлое длится 50 минут. От сквера Тревяза до сквера Владимира Высоцкого и площади революции. Зрители слышат и видят спектакль при помощи телефона и наушников. И это не единственный новый спектакль, который могут увидеть театралы. Следующие два проекта у нас выпускаются в августе-сентябре. Мы продлили немножко срок реализации проекта. Это будет проект в Самарте, не вижу текста. И это будет проект в Орском государственном театре, комфорт-поинт. На необычную премьеру по дороге на Бродвей продали несколько десятков билетов. На второй показ места уже забронированы. Спектакль-подкаст будут показывать в Самаре все лето. Проект удалось реализовать благодаря конкурсу молодой режиссуры «Рупор-63» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.